Мы заселились к Наташиной приятельнице Ларисе. У неё своя гостиница. И вот мы вселились в номер. Слов нет. Сейчас мы выйдем на балкон. Посмотрите, что там у нас есть. Выходим. Сосновый лес. Я не поняла. Это относится к нашему коттеджу, бассейн. И вот там впереди море. Слышите шум? Очень близко. Очень близко. Сейчас распакуемся и пойдем гулять. Вот я вам показала. Вот такой замечательный коттедж. Лоджия нам не нужна. Танец лоджии. Сейчас будем вот наш новал вещей, который на реку начал рыбак собирать. Я буду пить свой утренний кофе. Итак, начался новый этап нашего отдыха. Такой план коттедж. Нет, вот наш серый, да? Серый наш коттедж. Да. Прямо в лес. Прямо в лес дорожка ведет к морю. Такой пахнет грибным лесом. Вот каким-то вот таким вот. Так пахнет хвоинка на шляпке гриба. Каким-то таким вот. Ну, кто нюхал, тот меня поймет. Сосновый, сосновый лес. Я пошла по мху. Такая мягкая дорожка. Земля. О, гриб! Наташа, гриб. Поглядите, ребята. Подождите, подождите, не берите. Это мухомор, по-моему. Это сыроежка, Наташа. Это сыроежка. Да, это настоящая сыроежка. А вон еще, кстати. Да. Посмотрите. Я не буду, потому что у меня, во-первых, нет с собой ножа. А вот там еще. Ножа с собой нет. Это раз. Они немножко обгрызены какими-то, может быть, червячками. Но факт тот, что это грибы. А вот какая хорошая шишечка, посмотрите, маленькая. Натуральные грибы. Маленькая шишечка. Так, пошли искать грибы. Мы гринписовцы. Так как мы не собираемся жарить. Вот еще большая сыроежище. А вот целая куча сыроежек. Идемте, Наташа, не рвите. Да я не рву их. Целая куча. Тенденция, что надо вырывать. Да ладно, как вырывать. Вот он растет, смотрите. Вот он растет. Надо же ножичком срезать. Зачем мы сейчас будем срезать, когда мы не будем их... Тем более я с грибами не очень-то. Это нужно знать, как их помыть, там, не знаю, вымочить. Ой, я отвыкла уже. А я, как русский, ем только белые грибы. Ну, маслятки можно. А вот королевская сыроежка. Огромная, преогромная. А вот ее сестра. Тоже огромная. Слушайте, я давно не видела столько грибов. Обалдеть. А вон еще грибочки. Их тут много. А вон еще сыроежка, смотрите. Слушайте, сыроежка на сыроежке. Обалдеть. Огрожек просто море. И вот как раз то, о чем я говорила. Вот видите, какие-то мох на ней на шляпке. И она наверняка так пахнет хорошо. Это тоже сыроежка. Дайте я одну сорву и покажу вам. Да, это сыроежка. Самая настоящая. Вот она. Причем чистенькая. Ой, какая душистая. Пахнет грибком. Жалко, что я сорвала, но ничего, ладно. Все, продолжаем наш путь. Боже мой, какая прелесть. Продолжаем наш путь к морю. Смотрите, какой глубокий песок. Вот в Юрмале был другой песок. Там был песок, знаете, как будто тертое стекло. Вот он такой был, стеклянная такая пыль. То есть не приставал ни к ногам. И покров на берегу был настолько твердый, что спокойно проезжала машина и велосипед. Прямо у кромки воды. А в паланке песок, вот эти дюны, он просто как песочная вата. Посмотрите, вот вы проваливаетесь в него. Смотрите, какой он. И он такой вот. Даже не знаю, с чем его сравнить, этот песок. Он потрясающий, конечно. Вот мы выходим к морю. То есть ты идёшь в этом песке, и ты практически по щиколотку твоя нога в песке. На ощупь вот такой шелковисто-мягкий, как крем песочный. Выхожу на дюну, поднимаюсь. Ветер колышет прибрежные кустики, которые растут на дюнах. И вот снова я спускаюсь сверху дюны, вниз. Вот они, видите, там такими вот углублениями, как люльки песочные большие. И люди там загорают. И там безветренно. Смотрите, какой их пляж. Сталобный. Я пошла, побродила по воде. И сейчас, значит, вышла. Вышла, ноги облеплены. То есть я пытаюсь объяснить консистенцию песка. Вот сейчас у меня ноги, вот они. Знаете, какое вот ощущение под ногами? Под ногами крахмала. Вот когда берешь пищевой крахмал, вот так вот, берешь его вот, ну, в общем, короче, руками, вот он так хррррррррр. Вот песок вот так же делает под ногами. Он хрустит. То есть вот такой песок. Что ты хочешь, милая? Что? Как они? Все чайки приучены, что все что-то бросают. У нас ничего нет. Ничего, простите. Ну, простите, но у нас мы ничего не можем дать. Завтра я принесу вам из Вильнюса. Он шел-шел и улегся около нас. Встал, пошел. Улегся опять. Тоже хочет общения. Все собрались. Вот какая беленькая чайчик. Вот такая, конечно, мелкая парочка. Они все уже знают, что люди что-то приносят. Я не знала, я все запутала. Он раздумья почесался. А тут, в общем, размером с маленького гуся. Даже они крупнее курицы. Вот такой вот, видите, он философ. Ну, давай, давайте сюда. Видите, те чайки белые. Вот там Мартын, кстати. Ха-ха-ха. Это она. А этот, ну, мы ждем от наших специалистов названия. Что это за чайка? Мы можем сейчас разглядеть каждое перышко. Видите, он бежевый такой, с крапинкой. И практически очень скромный. Вы видите, как он себя хорошо видит? Он хочет общаться, он хочет поговорить. Он хочет узнать, придем ли мы завтра и с чем придем. Да? Да. Да. Вот вам показываю. Ты же головкой тернул. Да. С головкой. Да. Да. Хай, ты умница. Умница. Да. Ну вот я знаю, что ты ждешь. Ты ждешь. Ты ждешь. Я же тебе сказала, что нету. А то мы не такие уж голодные. Тут народу было полно. Все, хочу показать, какой песок. Вот так делаешь. И он такими хлопьями какими-то. Вот сколько не роешь, вот сколько хочешь роет. Будет песок, песок и песок. Так берешь его в руки. И он вот такими хлопьями. Вот такими-то. Как странно, с чем он будет. Вархат. Да он на ощупь вархат. Вархат. Такой песок. Вот так вот руки. Так вот сделаешь, смотрите. И вот все. И рука чистая. Вот он описывал. Хотя он сырой. Он сырой. Он сырой, влажный. Вот ты вот так сделал. Видишь, песок. Вот так сделаешь. И палец уже сухой и чистый. Все. Солнце садится. Стало прохладно. Пойдем-ка мы домой. Идем домой. Пойдем 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 домой. Продолжение следует...